Добрый день, друзья! С вами как всегда я, Олег Дубовой, и я приветствую вас на канале Пасека Улики. Когда мы с нашей дружной командой готовим очередной сюжет для своего канала, я обычно просматриваю и анализирую записи в своей рабочей детали, в которую заношу наиболее частые и интересные вопросы, которые могут в дальнейшем послужить идеей для выхода очередного ролика. Так и сейчас я открыл свою тетрадь для заметок и обнаружил, что уже давно мне задают один и тот же вопрос. Как я борюсь с восковой молью у себя на пасеке? И в сегодняшнем выпуске я впервые решил не отвечать на поставленный мне вопрос, а наоборот попробовать переубедить пчеловода не уничтожать восковую моль, а грамотно подойти к этой проблеме и извлечь из нее массу пользы. Итак, разрешите вам представить галерия Меланелла. Как красиво и мелодично и благородно звучит. Если бы я не знал, что это название моли, я бы подумал, что это имя какой-то графини. Но у нее есть название и попроще, чтобы быть, как говорится, поближе к народу. Пчелиная огневка, ночная огневка, большая восковая моль, мотылица, клочень, шашель и, конечно же, золотая бабочка. Оно встречается всюду, где только развито пчеловодство. Личинка этой золотой бабочки единственное существо на планете, которое питается пчелиным воском и способно его переваривать. И не просто переваривать, а переваривать во благо человечества. На протяжении всей своей жизни личинка восковая моли поедает, кроме воска, еще и мед, пергу, да, в общем, все, что только сможет найти в улье. К тому же она не дает нормально развиваться пчелиному и трубтовому расплоду. Да, вреда она может натворить на пасеке немало, если, конечно, ее не взять под контроль. Это ее, конечно, минус. Но есть в этой истории и вторая сторона медали, которая из моли-вредителя может сделать моль санитара и спасителя. Настойка, созданная на основе продуктов жизнедеятельности восковой моли, способна творить чудеса и противостоять такому страшному заболеванию, как туберкулез. Я уверен, что все знают, как опасен туберкулез. А вы знаете, насколько он многолит? Туберкулез легких, туберкулезный плеврит, туберкулез верхних дыхательных пудей, туберкулезный лимфоденид, туберкулез мочеполовых органов, туберкулез костей и суставов, туберкулез центральной нервной системы, милитарный туберкулез. И это все не выдумки из области фантастики, это страшная реальность. И она не где-то там, на другой планете, она рядом с нами, она вокруг нас. По официальным данным, общее количество больных туберкулезов на Украине составляет около 550 тысяч человек. Это более 1% населения. Но реальная цифра, по мнению специалистов, в два раза больше. А с 1 апреля 2020 года стартует второй этап великой медицинской реформы. Вследствие чего будут закрыты все туберкулезные диспансеры на Украине. И как вы думаете, куда денутся все эти больные? Правильно думаете, они окажутся среди нас. Вследствие чего, мы с вами получим отличный шанс принять от них страшную туберкулезную эстафету. Если, конечно, не будем к этому готовы. И поможет нам в этом галерия Меланелла. Но не только туберкулезу может противостоять настойка из продуктов жизнедеятельности, личинок нашей золотой бабочки. Чума, дифтерит, атеросклероз, кардиеросклероз, стенокардия, гипертония, тахикардия, простатит, бронхит, пневмония, восстановление тканей, заживление ран, язв, поражение кожи и внутренних органов. Данная настойка также разжижает кровь, понижает уровень холестерина и восстанавливает работу печени, очищает сосуды, нормализует артериальное давление. Также данная настойка является сильнейшим антивирусным препаратом широкого спектра действия, который поможет в рекордные сроки справиться с простудой и кашлем. Мужское бессилие, женское бесплодие, онкология, сахарный диабет широко применяется в спортивной медицине. И это только начало списка того, что способна исцелить эта удивительная настойка. Полный перечень болезней, которые лечит наша золотая бабочка, еще до конца не изучен. Сейчас на планете бушует эдакая чума 21 века, как коронавирус. К сожалению, лекарств на сегодняшний день против этой болезни нет. Но мы знаем, что вирус в первую очередь поражает людей с ослабленным иммунитетом. Значит, чтобы противостоять данному вирусу, надо не паниковать, а укреплять свой иммунитет. Сильный иммунитет это такая своеобразная броня. Усиливая свой иммунитет, мы предупреждаем заражение нашего организма этим страшным вирусом. Хочу заметить, что данная настойка доказала и показала себя, как отличное средство для общего укрепления и повышения иммунитета нашего организма. С одной чумой восковая моль уже помогает бороться человечеству. Думаю, и в борьбе с этой новой чумой коронавирусом она также окажет нам неоценимую услугу. Если после того, что я рассказал, кое-кто решит все равно расправиться с этой без преувеличения полезной бесценной золотой бабочкой, так и быть. Я расскажу, как это можно будет делать. Но сто раз подумайте. Но это будет в другом видео, если опять поступят такие вопросы. Кстати, хочу отметить, введя наблюдение на своей пасеке за жизнью восковой моли и пчел, я заметил, что моль не селится в сильных и здоровых семьях. Вот вам один из способов профилактической борьбы с восковой молью. Держите свои пчелосемьи сильными и здоровыми. А сейчас с вашего разрешения я продолжу. В руках у меня тот самый продукт жизнедеятельности личинок восковой моли, о котором я рассказывал. И для того, чтобы его получить, сперва надо у себя развести восковую моль. Не будет моли, не будет продукта жизнедеятельности. Не будет продукта жизнедеятельности, не будет нашей настойки. Закон природы. Одно не существует без другого. На запах очень приятный, медово-прополюсно-восковый запах. Реально, очень вкусный. На вид, ну, как будто мак. Запах открыл такой запах, пошел по комнате. Где же ее взять? Ну, где взять восковую моль, я думаю, многие уже знают, поскольку задают мне вопрос, как от нее избавиться. Ну, а тот, кто еще ее не завел, я расскажу, как развожу эту моль у себя я. Сразу хочу сказать, что я никого не учу, я не навязываю никому свое мнение. Я рассказываю, я делюсь опытом, рассказываю так, как это делаю я. Кому нравится, попробуйте. Кому не нравится, бога ради, двигайтесь своим путем. Продолжим. После того, как температура воздуха достигнет плюс 25, плюс 30 градусов, берете пустой улей, либо райловку и помещаете в них две рамочки с темными сотами. Рамочки ставите вплотную друг к другу. На рамочках должны быть остатки перги, остатки меда и как бы шилье с угощениями для моли готово. Остается только выставить улей, либо вашу райловку на пасеку и подождать. Через неделю проверяете. Там уже 100% есть и моль, и личинки. Моль туда залетит уже в первую же ночь, просто я не мешаю их нему развитию. Пусть развиваются, пусть моль отлаживает, пусть ей ничего не мешает. Начало вашему малинарию положено. Дальше можно моль разводить в этом же улике, добавляя туда рамки с кормом по мере необходимости, либо переместить моль с личинками в пластиковое ведро. Я предпочитаю пластиковое ведро. Вот такие у нас пластиковые ведра, объемник 33 литра. В крышке вырезана дырка, сюда вставляется обычное сито. Почему сито? Быстро и удобно кормить моль, чтобы крышку не клацать постоянно. Вытащил, забросил. Вот тут у нас вот личинки, куколки. Причин, по которым я содержу личинки восковой моли именно в пластмассовых ведрах, несколько. Прежде всего это поддержание постоянного температурного режима в специально отведенных помещениях. У нас есть специально отведенное помещение, и мы там постоянно выдерживаем температуру плюс 30, плюс 32 градуса. При этой температуре полный цикл развития проходит за 47 дней. Если температура либо падает, либо поднимается, то развитие личинок замедляется, либо вообще прекращается. Если моль продолжить содержать в ульях или в райловках на улице, то процесс развития затягивается до 2-2,5 месяцев. Как для меня, то это не рентабельно, так как моя пасека сориентирована не на сбор меда, а на препараты и продукты апитерапии народной медицины. И моль мы выращиваем круглый год. Плюс ко всему для получения первосортного качественного продукта есть еще некоторые требования, для выполнения которых деревянный улей подходит только на первой стадии выращивания личинки. Дальнейшее содержание личинок в деревянных или картонных малинариях будет значительно ухудшать качество конечной продукции. Так, личинки, съев соты, которые мы им даем, они там начнут потом и картон, и дерево грызть. Грызут они его как бобры. Нам же надо, чтобы они какали не опилками, а продуктами пчеловодства. Поэтому кормить их надо исключительно продуктами пчеловодства, для получения высококачественного продукта их жизнедеятельности. Полный цикл, который занимает у нас от момента закладки личинок до момента выхода качественного сырья, это полгода. За это время они съедают тот воск, который мы им даем, потом в определенный период времени мы перестаем им давать воск. Они его съедают, есть им нечего, а личинки рождаются. Они начинают поедать себе подобных, начинают заново есть свои продукты жизнедеятельности, и через их желудки он проходит несколько раз. И только после этого выходит качественный, действительно эффективный продукт. Ну как бы с выращиванием моли мы разобрались. Да, если вдруг кто-то захочет выращивать моли, скажет, ну вам хорошо, у вас там есть помещение. А как быть нам? Вот как быть вам? А вам быть очень просто. Неоднократно я уже показывал на своих видео декристаллизатор. Берете пластиковое ведро, заоружаете туда моли, личинок, соты. Одеваете декристаллизатор на ведро, через терморегулятор подключаете, устанавливаете нужную температуру. Пожалуйста, малинарий готов. Без шума пыли и лишних телодвижений. После того, как личинка все переработает, и у вас останется практически одни продукты ее жизнедеятельности, просеиваете все через сито. И у вас получится вот такое великолепное, хорошо пахнущее сырье. Так, переходим непосредственно к производству настойки. Берем наш продукт и заливаем его либо спиртом, либо хорошей водкой, либо дистиллятом. То есть, кажется, в народе самогоном. Из расчета, ну мы так делаем, из расчета 100 грамм сырья на 1 литр спиртосодержащей жидкости. На чем лучше настаивать в нашем случае нашу настойку, в вашем случае вашу настойку? Ну, здесь мнения, как всегда, расходятся. Кто-то приветствует больше спирт, кто-то самогон, кто-то хорошую водку. Ну, как вы уже знаете, я неоднократно в видео показывал, как я делаю там другие настойки. Я предпочитаю самогон. И вот еще по какой причине. Лет 15 тому назад меня познакомили с одним китайцем. Он, как у нас принято говорить, потомственный знахарь. Лечит людей травы, мази, настойки. Меня интересовала настойка на змеях. Ну, это отдельная тема. Вот, как бы, беседуя с ним, он сказал, что все его предки, а он знахарь в пятом поколении, для своих настоек использовали исключительно самогон. Не водку, не спирт, исключительно самогон. Потому что они знают, из чего они его делают, знают, что туда входит. И я с ним полностью согласен. Так как несколько месяцев тому назад я хотел заказать на заводе, который занимается спиртом, 10 литров спирта. Я им позвонил, они говорят, вопросов нет. Платишь, забираешь. Но когда я попросил сертификат качества, дословно мне было сказано так. Так, никакого сертификата не будет. Я говорю, как, ну мне надо, что не дадите? Конечно, нет. Ну, остается только догадываться, чем они там торгуют. Поэтому я остановился тоже на самогоне, потому что знаю, из чего он сделан. Дальше. Сколько градусов должен быть в моем случае самогон? Я считаю 40-45 градусов. Почему так, я уже так же рассказывал в других своих видео. Повторяться не буду. Задерживать ваше время я не буду. Я оставлю ссылки. Кому будет интересно, потом посмотрите. Сколько дней настаивать? Здесь также мнения расходятся. Кто-то считает, что достаточно 14 дней. Кто-то считает 20 дней. Я настаиваю 30 дней. И у меня получается вот такая. Великолепная, хорошо пахнущая настойка. Сейчас забыл я стаканчик. Сейчас принесу, налью в стаканчик. Посмотрите ее цвет. Принес бокал. Бокал для благородных напитков и для благородной настойки. Сделанной на продуктах жизнедеятельности восковой моли. В данном случае посмотрите на ее цвет. Великолепный запах блаженства. Темно-темно-коричневый. Дальше. Что касается курса и количества приема данной настойки. Мы сейчас так бокалами шпить ее не будем. То я всегда рекомендую. Не занимайтесь самолечениями. Проконсультируйтесь у своего лечащего врача. Потому что он в том или конкретном случае вас наблюдает. Существуют сотни, тысячи, миллионы разных болезней. В каждом отдельном случае нужна своя дозировка. Если где-то у вас рядом живет профессиональный апитерапевт. Подчеркиваю. Профессиональный апитерапевт. А не человек, который начитался книжек. Обратитесь к нему. Так же пусть вас обследуют и назначат правильную дозировку. Что же касается меня. То я принимаю данную настойку. Сделанную на основе продуктов жизнедеятельности восковой моли. В профилактических целях. Два раза в год. Весной и осенью. В течение 30 дней по моему возрасту, по моему весу, по 30 капель. За 30 минут до еды. Три раза в день. Вот. Запиваю я настойку медовой водой. Вода с медом. 20-30 миллилитров. Не 50, не 60, не 100. Если вы хотите медовой воды попить, сделайте, наболтайте себе и пейте. В данном случае, в данном случае я по 20 миллилитров пью. Дальше. Капать три раза в день по 30 капель. Для меня это слишком нудно. Поэтому я купил инсулиновый шприц. Есть шприцы с иголками, продаются несъемными. Есть со съемными. Вот берите с несъемной иголкой. Иголка нам не нужна. Все, сняли. Я первый раз накапал настойку и шприцом замерил. Вот у меня получается 30 капель. Это цифра 80, ну там чуть-чуть больше. 80 и два деления на инсулиновом шприце. Все, довольно все быстро. Взял и в медовую воду. Все. И за 30 минут до еды выпил. Очень вкусно и, главное, полезно. Что касается противопоказаний, то это индивидуальная непереносимость пчелопродуктов. Что касается приобретения данной настойки и других пчелопродуктов с нашей пластикой. Я думаю, такие вопросы в комментариях будут. Я оставлю внизу, под данным видео, в закрепленном комментарии, телефон для связи. Звоните. Также оставлю почтовый ящик. Пишите. Почту мы всегда проверяем и отвечаем на те вопросы, которые там задаются. Ну, на сегодня все. Что знал, рассказал. Чем мог, поделился. Укрепляйте свой иммунитет. Крепкого вам всем здоровья. С вами был Олег Дуповой на канале Пасека у реки. Всем пока. До новых встреч.